Заброшенный старый дом в чаще леса Маленькая волосинка не ускользнет от детективного взгляда Виктории Макферсон А все потому, что на VirtuaZilla Game World игры проходятся на 100% Я приветствую вас на шестой части прохождения игры Steel Life 2 Но прежде чем мы начнем исследование, давайте познакомимся с досье Джеймса Хокера, которое Гаррис нам передал А также с сообщением, которое у нас есть в нашем смартфоне Итак, досье Джеймса Хокера Конфиденциально В выдержке из отчета агента Филиппа Кевиней отчет служебных расследований Тема внутреннее расследование серьезного инцидента, способного привести к отстранению или увольнению Что же сделал Хокер? Агент на рассмотрении Фамилия Хокер, имя Джеймс, номер жетона я читать не буду, однако буду иметь в виду, что возможно этот номер окажется полезным при решении какой-то головоломки Дата рождения 27 ноября 1963 года Дата поступления на службу ФБР 10 сентября 1986 года Статус Особый агент Специализация Профилировщик Дата прохождения последней проверки 2003 год Нью-Йоркское отделение Оценка Опытный агент с отличными знаниями в сфере своей деятельности Сильные стороны Неукоснительное соблюдение инструкций Аналитический склад ума Приспособляемость Великолепная физическая форма Слабые стороны Недостаток сопереживания Излишняя самоуверенность Склонность к жестокости Ну вот, наверное, такой типичный пес закона, который может сухо следовать букве Хотя, не знаю совсем Первое впечатление Санкции Временное отстранение с 18 июля 2006 года Окончательное увольнение по результатам изучения дела комиссии 2 августа 2006 Изложение обстоятельств дела Вот это интересно Итак, 11 июля 2006 года Находясь под наблюдением полиции Агент Джеймс Хоккер Хладнокровно убил Соло Уэджа Без достаточных оснований для самообороны С 13 января 2006 года Агент Хоккер вел расследование по делу Палача Восточного побережья Его напарницей была особый агент Виктория Макферсон Хоккер и Макферсон безуспешно шли по следу убийцы на протяжении полугода Сол Уэдж был наркодилером, находящимся под наблюдением полиции Хоккер и Макферсон собирались допросить его относительно препаратов Предположительно хранившихся у него и предназначавшихся для последующей перепродажи клиенту Который мог оказаться убийцей Во время слушания дела, проводимого агентом Кевиней Агент Макферсон подтвердила, что Уэдж пустился в бегство Едва они приблизились к нему Хоккер и Макферсон начали преследование, в процессе которого разделились Когда Макферсон наконец вновь встретилась с Хоккером Он направлял свой пистолет на Уэджа С этого момента версии начинают разниться Хоккер утверждает, что Уэдж угрожал ему ножом, который найден не был В то время как Макферсон придерживается другой точки зрения и настаивает, что Уэдж был безоружен Макферсон утверждает, что Хоккер нажал на курок до того, как Уэдж отказался ответить на его вопрос Она списывает его действия на чрезмерное напряжение и накопившуюся недовлетворенность Она полагает, что Хоккер чувствовал себя беспомощным из-за неспособности совершить арест серийного убийцы Необходимо отметить, что Хоккер дважды отказывался от беседы со штатным психологом В действительности именно психолог обратил внимание отдела служебных расследований на отчет Хоккера, касавшийся смерти Уэджа Джеймс Хоккер Так, у нас должно быть теперь еще сообщение и наше задание Первое задание – обследовать дом в поисках Эрнандес Нужно обыскать здесь каждый уголок Вот видите, мышление Виктории, такого хорошего агента ФБР, совпадает с моим и с вашим, так как вы здесь, друзья В мельчайшие детали любая проверка могут привести нас к Эрнандес, живой или мертвый, ну лучше живой А нужно почаще применять полевой набор Гарриса Найти улики, указывающие на убийцу Убийца должен был оставить в доме улики, нужно их отыскать и постараться по ним установить его личность Нужно обыскать каждый уголок, будет непросто сложить воедино все фрагменты головоломки Тут бы пригодилась помощь Клэр Но, Виктория, ты всегда можешь обратиться к ней с помощью звонка, я думаю, Клэр не будет тебе отказывать Привет, Виктория, как проходит твоя прогулка среди живописных лесов штата Мэн? Пока что мы не нашли, Эрнандес Мы с Гаррисом ведем расследование на местности Окружная полиция тоже здесь Никаких следов убийцы? Он упоркнул и не оставил нового адреса Но я все равно его выслежу Послушай, я понимаю, что это очень важно для тебя И тем не менее, будь осторожна, хорошо? Не беспокойся, Клэр, я буду благоразумна К тому же, если я забуду какую-то прописную инструкцию Гаррис не применет мне ее напомнить Давайте узнаем, какие были новости в ФБР Что новенького в Чикагском отделении? Все брошены на работу над твоим делом Миллер ночи напролет сидит за компьютером и ищет что-то А Кинцли бегает везде, усыпанный крошками от печенья Ну а шеф заглядывает ко мне каждые 10 минут Когда она попадает в стрессовую ситуацию Я почти начинаю скучать по нашему прежнему начальнику Браунингу Это должно тебе о многом сказать Да прекрати, хуже него никого нет Мне даже звонил инспектор Тейт Он вполне официально готов протянуть нам руку помощи Ох уж этот Уильям После своего назначения он чувствует себя в долгу перед нами Я всего лишь легонько подтолкнула его Своим успехом он обязан исключительно собственным личным качеством Да, забавно, как там Миллер Весь отдел, в котором работает Виктория Трудится над распутыванием этого дела Это интересно Здесь вспоминаются старые персонажи из Тилайфа 1 Тейт, Миллер Ты знаешь, что стало с хокером после того, как его вышибли из ФБР? Да нет Мне казалось, он ушел в охрану Я поспрашиваю и сообщу тебе Мне нужно идти Будут проблемы, звони Так что хокер теперь охранник-бородач Можно еще вот так вот? Нет Это Клэр Эшби В настоящий момент я не могу ответить на звонок Пожалуйста, перезвоните позже Ну, теперь вы знаете, что будет, если два раза нажать Итак Огромнейшее здесь, я уверен, будет поле для исследования у нас Запасемся терпением И внимательностью Вот, внимательность это То самое качество, которое нам Безусловно здесь потребуется Помните, как отсюда палома выпрыгивала Матраса уже нет Убийца убрал и матрас, и лестницу Интересно, остались ли здесь вещи Какие-то, по-моему, мы сюда ложили Нет, ничего Однако, этот ящик может быть использован Для того, чтобы Ложить сюда вещи Виктории Ну, начнем вот с этой машины Заперто И взламывать нельзя Шериф на хвосте мне не нужна Заперто Я думаю, что вначале нужно Провести Заперто Вы солидарны со мной? Кто солидарен, может лайк поставить Комментарий оставить Ну да, больше на мопед Этот след от покрышки Слишком уст А вот довольно отчетливый Отпечаток ботинка Так, наш набор Ламп Теперь нам Будет пригождаться Будем собирать улики Берем сразу две Видимо, здесь Больше ничего И начнем Анализировать Отпечаток с подошвой Ботинок с протектором 44 размер Отпечаток оставлен Убийцей Этот отпечаток Совпадает с тем Что был найден В мотеле Так, теперь след по крышке Анализ не проведен Если я свяжусь с Клэр Возможно, она сможет Рассказать мне больше подробностей На 50% Только Мы узнаем, что это След по крышке Мотоцикла Но это не все данные Которые хотелось бы получить Значит Как говорит Виктория Давайте попробуем Обратиться к Клэр Она делает это самостоятельно Это Клэр Эшби В настоящий момент Я не могу ответить на звонок Пожалуйста, перезвоните позже Привет, Клэр Я послала тебе на проверку улику Это след от мотоциклетной покрышки Ну, отлично Уверен, Клэр Незамедлительно Исследует ее И ответ нам тоже пришлет Когда будет на месте Так, надо посмотреть Что тут с этим домом Он не такой зловещий Как замок Черное зеркало Он скорее И ветхий И заброшенный Уже не терпится Начать проходить Черное зеркало, друзья Но У меня особая любовь К этому квесту Я обязательно Его пройду для вас Сейчас занимаемся Стиллайфом вторым Битое стекло Похоже на ветровое стекло Или боковое окно автомобиля Что у нее за интонация Битое стекло Битое стекло Такого не было Битое стекло Как они довольны Следы покрышек Оставлены большим автомобилем Угу И вот тут Отпечатки ног Тут что-то есть Отпечаток босой ноги Интересно вырисовывается Сейчас у Виктории В голове картины Когда ночью В глубокой чаще леса Израненная Эрнандес Разбивала кочергой стекло Этого стоящего здесь автомобиля Или же нет Это самый юзабельный предмет Из нашего набора ламп Битое стекло Нельзя изучить Битое стекло Угу Я уже не применяю Неправильные предметы На улике Потому что Там всего 4 Где-то реплики Или 3 даже Отказа Вшита В звуковые Дорожки Мы их все уже слышали Так Анализ Отпечаток ноги 38 размера Размер обуви Паломы Эрнандес Эти следы Соответствуют тем Что были опознаны Как следы Пикапа убийцы Это да Его пикап Но на чем он уезжал Тогда на мотоцикле Помните Он в самом начале Выезжал отсюда Но поскольку Там есть след От Мотоколеса То скорее всего Да Это был Какой-то двухколесный Транспорт Вообще Конечно Побыть в доме В нормальном доме Не в логове Убийцы Вот так Посредничащие леса Это очень классно Виктория упорно Пытается пройти туда Куда пройти нельзя Если бы здесь Учитывалась статистика Шагов Как допустим В торсоте 2 Я бы так ее оставил На всю ночь Чтобы накрутить Побольше шагов Но Нам нужно Двигаться дальше Здесь статистики Такой нет Поднимусь на крыльцо Посмотрю Что может быть Есть что-то на стенах Окнах Если нет То пойдем туда дальше На задний двор Этой лачуги По меньшей мере Лет сто Если бы стены Могли говорить Кстати говоря Ух ты Я снова Я снова Телепортируюсь С телайфи 2 И в этот раз Уже Виктория Уметь его телепортироваться В квестах Так вот Друзья Если вы Замечаете Что я Что-то В этом исследовании Я провожу Впервые Упускаю Непременно Пишите Чтобы Все было Полностью Мы ничего не пропустим Если какие-то Такие упущения Замечаете То Велком в комментарии Даже если не замечаете Все равно Велком в комментарии Всегда интересно Ваши мысли Почитать Они так Вдохновляют Проходить Давайте посмотрим Эту шпалу С надписью Бар Говорила Но Почему-то Я ничего Не могу Сделать С этой шпалой Вообще Никакого действия Нет Как и в принципе На этом экране К сожалению У меня нет Ничего нового Продолжаю работу К сожалению У меня нет Ничего Видели как Виктория Быстро Присаживает Его на колено Сядь Вот так вот Доминируя К сожалению У меня нет Ничего нового Коллегой Но это всего лишь Конечно же Да Очередной Косяк Анимации Металлическая Решетка Похоже Это фрагмент Ворот Металлическая Решетка Решетку Можно осмотреть Но ничего Нельзя Взять От нее Либо же С нее Нельзя снять Никаких отпечатков Ничего Виктория Не хочет Так это Вход в этот же дом Только с задней стороны А вот тут что-то есть На дорожке Похоже на этом кусочке Резины Кровь Похоже на это Кровь мы берем Вот этими Ватными тампонами Проводим химический анализ Человеческая кровь Группа 1 Горезус положительная База данных Говорит о том Что это кровь Паломы Эрнандес Палома здесь Взорвалась Если это вот Этот выход Скорее всего Он Выжила ли она Крови немного Крови немного Что-то еще есть Здесь был взрыв Похоже на светошумовую гранату Угу Это была не боевая граната Это граната Которая Ослепила Оглушила Эрнандес И это уже Тоже Здесь был взрыв Похоже на светошумовую гранату Она может быть жива И еще Отпечаток Ноги Рядом с местом взрыва Он даже не заметил Вот так вообще Он совсем незаметный Отпечаток Ноги Будем смотреть Все тот же Поставлен убийцей Так что еще Что еще Видимо это все здесь Алюминиевое ведро Внутри ветки и листья Старая ржавая жаровня Вероятно раньше В ней сжигали сорняки Следы растительности И почерневшие черепа Мелких животных Очаровательно Старый след Канистра с керосином Занимает одну ячейку Можно налить керосин В жаровню В старую Не хочет Можно что-то посмотреть Участок окружен Электрическим ограждением В настоящий момент Оно обесточено Участок окружен Мишень для стрельбы Из лука И далеко не новая Может мы идем По следу Современного Робина Гуда Он не Гуд Он Бэт Робин Бэт Просто Так вот Прицеп тоже Я должен Что-то в себе Хранить И да Здесь замок Заперто А замок на вид ржавый Заперто Может быть Получится Острелить его Ударным пистолетом Отмычкой с батарейкой Нет Так не пойдет Хорошо Табличка покрыта Слоем грязи Невозможно Прочитать номер Табличка покрыта Нужно ее Чем-то Протереть Канистры Скоро Не хочешь Облить Хорошо Здесь Заперто Значит Два элемента На этом прицепе Может удастся Оттереть грязь И открыть Его Со временем А мы Давайте Войдем В дом Не через Парадный Вход Все-таки Мне кажется Что что-то На улице Я еще Не осмотрел Но я потом Выбегу сюда Еще детально Все посмотрю Не во время Выпуска Ступеньки Нет В мире Сигнализации Лучше Убийца Поставил сюда Какой-то Стеллаж За стеллажом Что-то есть Вполне тяжелый Виктория Самостоятельно Смогла Его отодвинуть Хотя И Из натуральной Древесины Что У нас Каждая Это Из шахты Похоже На грузовой Подъемник Дверца Закрыта А кнопка Вызова Видимо Не работает Похоже На грузовой Подъемник Похоже Пока мы не можем Воспользоваться Эта дверь Она будет открыта Да Пока сюда Не пойдем Потому что Посмотреть Очень хорошо Посмотреть Что у нас На кухне Телефон Телефон Сломан Телефон Сломан На газете Написано Кто Следующий Извечный Вопрос Мучающий Серийных Убийц Если Кто-то Из вас Смотрит Впервые Спросит Зачем Я каждый раз Второй раз Кликаю Иногда Я все-таки Предусмотрительно Допускаю Что-то Может быть Другой Комментарий Или какое-то Действие Поэтому Всегда Проверяю Нажимаю Второй раз На предметы Исследуемые Старая Грязная Тут Кровь В такой Боя Печенье Печь Не Стала Отсылка К первой Части Виктория Готовила Печенье Которое Я Так и Не смог Приготовить Самостоятельно Когда проходил Игру В первый Раз Благо Помогли Так Я все-таки Думал Что это Кровь Наверное Какой-то Жир И здесь Видимо Ничего Видимо Ничего Не появилось Что-то В этих Шкафах Нет Но Здесь Есть Хорошее Хранилище Предметов Можно будет Складывать Сюда Что-то Какой-то Тут Такой Вот Бардак Его Не только Эрнандес Увидела Но и Виктория Теперь Она Прямо Здесь Где Ходила Полома Грязная Посуда Может Удастся Найти На ней Отпечатки Пальцев Гряз Есть Отпечатки Мне понадобится Инструмент Из Лабораторного Набора Значит Нам Нужен Наш Самый Забильный Сканер Сомневаюсь Что Эрнандес Готовила Наверняка Она Оставила Отпечатки Во время Еды Тот Факт Что Она Ела Весьма Обнадеживает Убийца Пока Что Явно Хочет Оставить Ее В живых Да Отпечатки Паломы Эрнандес Наела Из Этой Посуды Кстати Может Быть Попробовать Позвонить Клэр Это Клэр Эшби В настоящем Нет Пока Не может Проверить Вот Смотрите Здесь Вот Тут Есть Увеличительное Стекло Здесь Я все Таки Проверю Одно Это И то Ж Или Нет Да Да Микроволновка Это Пятно По-прежнему Нельзя Изучить Холодильник Фу Фу Этот Холодильник Просто Омерзителен Виктория Тоже Это Почувствовала Знаете Когда Открываете Какой Нибудь Деревне Старый Застоявшийся Такой Затвый Холодильник В который Просто Не заглядывали Пару лет Оттуда Ударяя Туда Тот Ужасный Воздух В нос Но Кстати В нем Ничего Нет Фу Этот Холодильник Просто Омерзителен Кроме Того Что Он Просто Омерзителен Надо Его Поскорее Захлопнуть Никогда Больше Не открывать В детстве В детстве Нашли Холодильник И он Доверху Напихан Пенопласт Мы Подожгли Пенопласт И закрыли Дверь Холодильника Не знаю Вопреки Законам Физики Он Должно Было Потухнуть Но Конечно Мы Тогда Не понимали Поскольку Туда Не было Кислорода Но Оно Загорелось И Он Горел Так Что Высота Огня Было Этажа До Второго С Половиной Всем Двором Бутушили Вот Так что Теперь Вы знаете Как поступать Со старыми Холодильниками Только Пенопластом Запастись Бы Куда Я Иду Я Иду На Центральный Вход Я Хочу Начать Изучение Дома С Центрального Входа По пути Поговорим С ним Может Что То Изменится К сожалению У меня Нет Ничего Нового Ну Что Что Гарис Так Вот Здесь Сделать Нужно Сохранение И вот Виктория Уже В логове Палача Эта картина Крайне Депрессивна Какие Тусклые Цвета Это Картина А помните Какие Картины Висели У Виктории В доме Тоже Не очень Позитивные Половина Настила Выдернута Половина Настила Выдернута Это Это Ли Дверь В кухню Отлично Это Значит Что Мы Эту Часть Изучили Так Давайте Сходим Это Видимо Гостиная Какая же Она Ужасная Запах Внутри Довольно Затхлый Такое Впечатление Что Посередине Просто Не хватает Еще Красного Гроба С Мертвой Бабушкой Укрытой Белой Какой Нибудь Гординой И не знаю Как называется Эта ткань Кружева Там Как-то Но Даже Есть Современный Телевизор Что же Что же Мы здесь Найдем Друзья В гостиной На втором Этаже Этого Дома Возможно В подвале Об этом Мы уже Узнаем В следующей Части Прохождения Я сохраняюсь Для того Чтобы Сейчас Попрощаться С вами Но Совсем Ненадолго Почему Ага Все верно Все верно Вот так Вот А пока Я буду Готовить Для вас Следующую Часть Уже Распространите Эту Среди Всех Кто Любит Квесты Правда Или Просто Хорошее Видео До Встречи Редактор субтитров